Приветише! Это Собнатика Нижедуля, и мы продолжаем выживать на этой холоднючей планете. В прошлой серии, если ты не видел, я тебе вкратце расскажу. Мы встретились с Маргарет, выключили для неё спутник, чтобы Альтера не отслеживала её. А зачем я ухожу отсюда? Ну и вот, собственно, отключили спутник, она нас поблагодарила и сказала, типа, езжай ко мне в теплицу, я тебе кое-что расскажу, может быть даст что-то ещё, а может быть ещё что-то покажет. В общем, сегодня мы туда отправимся, но прежде я хочу посадить картофан китайский, который я спёр с Меркурия. Если ты не видел в прошлой серии, то посмотри, короче, прошлую серию и не парься, вот. Чё я тебе буду рассказывать? Сам тоже париться. Вот, мы посадили, значит, картофан, его нужно поливать, как ты думаешь? Использовать рассадник. Я думаю, что он вырасти должен. Надеюсь на это, это вообще первое растение в моей грядочке, так что грядочка решилась, так сказать, действенности. И просто была зелёная поляночка, но теперь на ней что-то должно взрасти. Взрасти и вырасти, вкусняшечка какая-то. Вот, ещё я притащил кучу барахла со своего морехода. Нужно это всё вот здесь вот выкинуть. Ещё рлохват есть, ещё яйцо существа. Кстати, аквариум надо сделать обязательно, потому что без аквариума негодно жить на водяной планете. Вот, я всё это всё скидываю, нафиг, нафиг, нафиг. Вот так вот это зарядить надо будет. Так, вода есть, еда есть. Вот это тоже сюда скинем, пускай в ящики похоронится пока. Вот это тоже надо скинуть, вот это пускай будет, может пригодится. Ну, в принципе, вроде, давай свинья заберём и лети заберём отсюда ещё и вот так вот сделаем. Вот. Думаю, окай. Короче, погнали. Погнали к Маргарет на её тепличное пространство. А там теплица находится где-то, сейчас я тебе скажу где. Как это это место она назвала-то? Этот раунд ты выиграла. Приходи в мою теплицу. Она примерно в километре к востоку от тебя на айсберге. О, теплица на айсберге. Это очень круто. Это почти как мой дом на айсберге. К востоку от меня. Это она говорила, когда мы были с тобой возле дельты. Возле этой антенны. Значит, смотри, мы сейчас на запад плывём. Где у нас дельта находится вообще? Ориентир, дельта, дельта, дельта. Где же ты у нас? Я что, отключил всё? А, точно, я всё вырумел. Подожди, надо это всё воткнуть обратно, дельта. Ударник, лис, меркурий, дом. Сколько, господи, сколько всяких датчиков у меня тут. Точнее, маячков. Кабина морехода, дельта-то где? Сигнал пилота последнее известие, неинтересно. Фи, меркурий. А, да ладно, радиомаяк причала станции дельта воткнуть. Значит, дельта у нас вон там. От неё, допустим, нам нужно было на восток плыть. Соответственно, на юго-восток нам нужно. Вот. Вроде бы так. Там мы должны найти какой-то айсберг. И будет там нам счастье с Маргарет. Ладно, поплыли. Надеюсь, меня там никто не схавает. Кстати, да, там же Левиафан плавает. Может быть, очень опасно. Эх, надеюсь, нас не сожжёт. Кстати, у меня же есть несколько прицепленных сзади нашего морехода прицепов. Я их могу скинуть, если что. Ну и ещё у нас есть био-удар. Э, био-удар со спайдерменом перепутал. Электрошок, короче. Для Левиафанов, которые нас захотят схавать. Так что я надеюсь, что мы их шандарахнем нормально. Если что. А если ничего, то я лишусь морехода. Главное мне бы выключить. Юго-восток. Чуть-чуть на юг вообще отклонился. Юго-восток. Всё белым-бело. Нифига ни шиша не видно. А давай, кстати, карту посмотрим. Что там вообще расположено на востоке от дельты? Где карты у нас? Журналы. Можно мне, пожалуйста, автопилот включить? Пока я карты там смотрю, чтобы корабль плыл. Нет, нельзя. Жалко. Так, где у меня карточки, журнал, карты? Вот они. Вот, смотри. Вот она, дельта. Восток у нас получается вот здесь. Вот. И вот тут, возможно, где-то из вот этих вот айсбергов. Маргарет сделала себе теплицу. Ну, пойдём, посмотрим. А, да, тихо. Кто-то за жопу там укусил мой мореход. Ты что, бар сделал, что ли? Вон, смотри, вот этот негодник. Проказник. Засранец. Козлина. Сейчас какой-нибудь левиафан как выползет. Ты что, кого козлина назвал? Сейчас я тебе полжопы откушу. А я такой, не-не-не, у меня электрошок. Ну, что, скоро приплывём-то? Нет, сколько плыть-то вообще можно? Юг-восток. Юг. О, я уже на юг плыл. Ну, ладно. Главное, айсберги эти увидеть, и там всё у нас растёт. А ещё главное вниз не смотреть, потому что там может быть очень опасно. О, воды зеленеют воды. А, это я к кувшинкам приплыл. Так, подожди. Станция Дельта. А, это кит. Я чуть не обсерёз. Станция Дельта там. Значит, вот мы стояли на станции Дельта, и вот мы плывём теперь на восток. От кувшина к нам туда, значит. Чуть-чуть промахнулся, чуть-чуть смазал. Ну, бывает. Бывает. К тому же мы не изначального пункта плыли. Поэтому, ничего страшного. Жалко, что мореход не может по поверхности воды плыть. Иногда это очень важно. И практично было бы. Ты плывёшь и смотришь, куда ты плывёшь. Вот, я вижу уже небольшие айсберги. Вот, где-то здесь, возможно, есть типа личичка. Какие они здоровые. Оу. Смотри, какой закат. Небо оранжево-розовое. И там сверкает молния. Красотень. Капец, как классно-то. И сейчас молния прям в жбан прилетает к мореходу, и я подыхаю. Да не, на самом деле. Такого эпик фейла ты не дождёшься. Эпик фейль. Как дедуля старенький сказал. О, пингвины. А вон там, я что-то вижу. Вот это что-то такое. Непонятно. Так. Ну, я типа на Востоке. Где твоя теплица валёная? А где-то она здесь. О, какая планета здоровая. Хотел сказать луна, но тут же нет луны. Вон, вон там. Я, кажется, вижу вот это теплица, да? Вон, видишь на поверхности там что-то? Фонарь. Нет, тут фонари не помогут нам сейчас. Ага, смотри, вон мостик появился. То есть можно туда спокойненько сейчас перейти. Всё, мы нашли. Мы нашли. Мы молодцы с тобой. Карты читать умеем. Компасом пользоваться тоже умеем. Мы с тобой мозги. Мега мозги. Где бы только пришвартовать наш корабль? Где-то тут, наверное. О, да. Смотри, заход какой. Хобана. Ой. Хорошо, что лабаш не разбил на мореходе. По страховочке лабаш мне бы не поменяли. Ну чё? Да ладно, в топку крабика. Я так пробегусь. Это кто там бегает? Ты кто такой? О, смотри, какой прикольный. Ты не опасный? Я не хочу к тебе подходить. Вдруг ты меня укусишь. Подожди, подожди. Ну ладно, давай подойдём к нему. Ой, ты какой прикольненький. Слушай, а рыбку я... Да, рыбку я выложил. У меня ничего нет с собой. Ну можно я тебя хотя бы отсканирую? Подожди. Пинакариды. Типа пингвин, скрещенный с чем-то. Давай почитаем, кто такой. Умное и любопытное существо, которое охотится и добывает пищу под водой, но возвращается на поверхность, чтобы дышать. Множественные плавники делают её акробатическим охотником под водой, но уязвимым на суше, где оно способно разве что быстро шаркать ими. Питается в основном мелкой рыбой, но её рацион может также включать различную растительность. Необычайные для хищника боковые глаза, вероятно, служат защитной системой предупреждения. Пур... Пу-пур... Пурпур... Пурпурные оттенки на голове служат для обнаружения добычи поблизости. Не проявляет никакой агрессии... А, не проявляет никакой агрессии по отношению к людям и даже демонстрирует любопытство, если попытаться покормить. Оцените, дружелюбный. Пойдём, подождите, 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 подождите. Я же тебя отсканировал. Хочу... О, у вас тут двое. Пойдём, рыбку быстренько схватим. Тут же есть рыбки? У-у-у, китяра. Здоровый, китяра. Рыбуля. О, смотри. Вот тут вот у нас плавает... Опа. Бумеранчик. Сейчас попробую дать этот бумеранчик... Этому замечательному животному. Надеюсь, это... Да, запрыгнет. Надеюсь, это маленькая рыбка и она подойдёт. А чё с погодой-то вообще происходит? Привет. Ай. Ладно, пойдём, короче. Покормлю их чуть позже, когда выйдет солнце и не будет такой ужасной погоды. Чтобы тебе видно было. Потому что... Ну, ты посмотри. Ни шиша не видно. Еда! Еда, еда, еда! Интересно, вот эту растительность он будет хавать? Я всё сам схавал. Возьму адын. Адын-морковка. И потом попробую покормить этой морковкой. Одного из этих чувачков. Значит, Маргарет нас ждёт там наверху. Какие красивые рыбки там плавают. Стая бумерангов. Нам походят сюда. Наверх. Я иду к тебе, Маргарет. Ты меня звала, и я пришёл. Точнее, я пришла. Там вон зелёное свечение. Нам обязательно туда надо сплавать. Возможно, там инопланетные какие-то технологии. Может быть, даже часть Алана. Нам ещё одной части не хватает, чтобы собрать Алана. Е-е-е-е! Мы здесь. Мы здесь. Пройти тут больше никуда нельзя. Только в теплицу. Ну, пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Ого. Ого. Это чьи скелеты тут валяются? Сейчас круголя дадим. Отсканить можно эту фигню? Ржавую. Нет, не я. Ну, что ж. Маргарет, я здесь. А её там сейчас не окажется. Ха. Давненько этот чёртов спутник не пролетал. Благаю, это твоих рук дело. Ни одна Сэм в семье знает. Вернее, знала. Что делать с туманными указаниями и старыми проводами? Она была та ещё штучка. Твоя сестра. Первый раз, когда я её встретила, я была уверена, что она альтеранка до мозга костей. И пятнышко на униформе. Повсюду рассылала шпионить своих чёртовых птиц-роботов. Потом она меня удивила. Возможно, даже чересчур. В смысле? Если правда хочешь знать, на верстаке есть КПК, который направит тебя куда надо. Понадобится что-нибудь ещё? Ко мне не обращайся. Но ты можешь угоститься из моей теплицы. Самое меньшее, чем я могу тебе отплатить за то, что ты стряхнул этих шпионов с моего хвоста. Ну, спасибо, спасибо. Я сейчас всё это отсканирую. Всё-всё-всё. Китайский картофель у меня есть уже. Стеллаж для растений. Отсканим. У меня такого не было. Отлично огромная теплица, между прочим. Так. Ладно, давай возьмём ещё один китайский картофель. У меня, кстати, место, по-моему, там. Не, место норм. Место норм. Тут я ничего отсканить не могу. Это что у нас? Мраморная дыня. Ого. Много места занимает. Ну да. Возьмём. Всё это жрать я не буду. Я это всё хочу посадить у себя. Маленькая мраморная дыня. Мраморная дыня. Это что? Китайский картофель. Вот это вот хочу забрать. Орех хотел тоже посадить у себя. Но я всё сожрал в прошлый раз. КПК, который надо почитать. Водички заберём. Надеюсь, она не обидится, что я собрал воду у неё. Всё, места как бы и нету. Чёрт! О, второй КПК. Так, значит, смотри, день на улице. Пойдём я сейчас вытряхну все свои карманы в мореход. И покормлю замечательных новых животных, которых я тут встретил. Вот они эти чудики. Чудики, смотрите, что у меня есть. У меня есть рыбка. Эй, стой, 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 стой. Куда ты, я рыбу тебе притащил? Блин, куда вы убежали-то вообще? Эй, выходи на сушу. Вот, смотри, вот у меня рыбкой. Ну, кстати, его... Он сожрал рыбу у меня из рук. Ты негодяй. Ты негодяй. Ладно, пойду ещё одну возьму. Ещё одну рыбку найду тебе. Я здесь. Вот. Вот, 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 вот так вот. Я хочу посмотреть, как ты её ешь. Как-то у меня её с рук возьмёшь. Пупсик, иди сюда. Иди сюда. Ага, я был послан. Он сказал, гуляй, Вася, я поплыл по своим делам. Важным. Во-во-во-во-во. Иди сюда, иди сюда. Смотри, рыбка, рыбка, рыбка. Хочешь? Хочешь? Просто клюву поднёс, он её сожрал. А можно как-то тебя погладить? Я не знаю. Вот, я хотел ещё вот эту штуку тебе дать. Вот эту вот, вот эту вот. Нет, так не получится. Ладно, короче. Не буду тратить на тебя время. По всей видимости, просто с руки покормить, как ледяного медведя, не получится. Место, значит, надо сюда вот закинуть вот эту штуку. Вот эту вот. А, место кончилось. Картофан. Орехи ещё остались. Пускай, пускай. А стянутся у меня в кармане. А тут всё битком, да? А, вот сюда можно воткнуть. Отлично. Место освободил. Шикос. Возрождаемся, брат. Дверь в прошлый раз был закрыт. Тут же всё нафиг замёрзнет. Замёрзнет. Давай закроем за собой дверь. Да ну, кого я обманываю? Если не замёрзло, пока эти двери были открыты, то и не замёрзнет вообще. Всё у нас тут имеется. Можно что-нибудь отсканить? Вот, например, вот эту штуку прекрасную. Не, нельзя. Нельзя. Чё можно отсканить здесь? Привет. Он даже на меня не ручит. Я могу на тебя запрыгнуть? Не, не могу. Но, по крайней мере, я теперь возле него хожу. А ещё получается, что возле неё... Чё-то можно было отсканить. Точнее, в её квартире, в её хате. И, поскольку она сюда приехала за своим крутым ледяным мишкой, мишка оттуда ушёл. Я могу по её комнате пошариться. Ну, ты понял, да? Растение Престона. Престона. Какое интересное название. Отсканируем. Давай заберём. Один урожайчик. Так. Это картофель. КПК. Ну, вроде бы я здесь всё собрал. Всё отсканировал. Давай читать КПК. Тут ничего не открыть. А, вот смотри, грядку, видимо, можно отсканить. Или Маргарет. Маргарет отсканить? Извечай сколько хочешь. В Маргарет полно такого, чего никакой чёртов раскрутой гаджет не увидит. Маргарет Майда. Должность. Внештатный сотрудник службы безопасности. Статус. Пропала. Ранее считалось погибшей. Последний контакт. Запись, найденная в другом секторе на планете 4546B. В которой говорится, что её убил Левиафан Жнец. Но на самом-то деле мы знаем, что это она убила Жнеца. И выкарабкалась. Маркеры личности. Маргарет крайне недоверчива к представителям власти. Особенно связанных с корпоративными структурами. История. А Маргарет известно немного. Родилась и выросла в монгольских штатах. Периферийной корпоративной колонии. Основанные ради добычи минеральных ресурсов. Ушла из дома в 16. Переходила от одной наёмной работы к другой. В конечном счёте вступила в монгольские силы обороны. И транссистемную федерацию. Имела хороший прислужной список. Прежде чем была с позором уволена из ТСФИ. За отклонение от плана миссии. Нифига себе. Вот это у неё история. Подробности не ясны. Но наши источники раскопали некоторые скудные детали. Маргарет руководила разведывательной операцией. Мы не знаем точно на что она наткнулась. Но она за три дня бесшумно уничтожила весь местный персонал силовиков. Ооо. Вот эта мощная тётка. Местные семьи не дают никакой дополнительной информации. Они только сказали, что благодарят руку Господа за своё спасение. И её последняя миссия была на борту корабля Дегезии. Упавшего в дальнейшем на 45-46Б. В качестве частного охранника против возможных пиратов и мародёров. То есть корабль Дегазии. А говорили, что она была в солнечном луче. Первой версии игры. Когда солнечный луч хотел меня спасти. Но его сбила инопланетная пушка. Вот. А Дегазии я про этот корабль не помню и не слышу. Возможно, забыл. Но если что, ты напиши в комментариях. Освежи мне память. Ладно. Пойдём в КПК почитаем. Что там? Что там про Сэм? Какое читать будем? Правый или левый? Какую таблетку выбираешь? Красную или синюю? Да давай вот это. Просто дружеский разговор, да? О-о-о. Голосовое. Нифига себе. Тут дофига. Диалога. Отключите, пожалуйста. Сэм. Я уже синтезировала антидот и припрятала его в пещере. Я могу взять его и... И это твой план? Думаешь, не сработает? Ты слишком мелко мыслишь. Словно достаточно вежливо объяснить, почему надо уничтожить бактерию. И Альтера передумает и согласится с тобой. А ты сама в себя веришь или нет? Думаю, да. Думаешь, да? Да ладно тебе. Это угроза или нет? Угроза. С ней надо разобраться или нет? Надо. Ну тогда кто тут прав? Я. Скажи увереннее. Я права. Я сказала увереннее, а не так, будто ты даешь показания перед дурацким судом трансгосударства. Я права. Замечательно. Тогда то, что ты должна сделать, запечатать всю пещеру. У меня есть как раз то, что нужно. Делала ее для рыбалки. Но она рванула так, что зашвырнула шлейф в космос. А вся рыба испарилась. Ладно. А еще тебе надо ударить по лаборатории. Иначе смысла не будет. Вообще-то знаешь что? Давай я этим займусь. Будет весело. Ага. Ну, в принципе, как мы и ранее уже это говорили. О, живость и надсканировать можно. Точнее, как я раньше догадывался, Сэм вместе с Маргарет устроили диверсию. Ладно, давай почитаем вторую КПК. Что там? Про что тут? Лучше бы я охотилась. Ага. Маргарет. Ладно, старушка Мардж. Мы ненавидим эту теплицу. Так что запомни несколько пунктов, чтобы нам больше не пришлось переделать худшую работу. Жаль, что голод нельзя просто поймать и заколоть. Итак. Первонаперво. Утепление. Первые несколько ночей почва была твердой, как камень. В итоге просто утеплило это чертово место обезвоженными водорослями. Также помогло добавление тепловой массы. Тепла от бочек с водой. Наверное, стоило просто сожрать чертовы водоросли. Но нет. Мое тело жаждет салат. Жаль, я не сделан из экзокостюма. Далее. Тепличные лампы обязательны. Должна признать, я горжусь своим первым полным урожаем салата. Скормила половину Престону. Видимо, это ее медведь. Этот снежный сталкер, а ну да, тут же и пишется. Платоядный, но жрет почти все. Хотя всегда выплевывает половину. Это у нас с ним тоже общее. Из липкой зеленой кажется и получается хороший компост. Ммм. То есть тут, в принципе, и рецепт для теплицы. Чтобы можно было выращивать свои фрукты и овощи. Ну это круто. Что-то еще могу отсканить, да? Ну вот, картофель давай отсканем. Отлично. Тут вроде бы все. Спасибо, Маргарет, за... А, ну вот, в принципе, еще мраморной дыни тоже не осканил. Только собрал. Спасибо, Маргарет, за познание. Ты сократила мне время на обучение тепличных дел. Ну я думаю, что все. Мы тут все разузнали. Можно с ней еще поболтать, нет? Маргарет. Маргарет. Эй, хватит копаться тут в своей грядке. Ммм. Ну что, какой план действия? Я предлагаю... У-зо. Прибыли, прибыли домой. Значит, сейчас буду делать теплицы, рассаду и... Так. Эй. Точнее, теплицей выступает мое жилище. Поэтому отдельную теплицу делать я не буду. Буду жить прямо внутри теплицы. Тавтология, ну что поделать? Эй, я прибыл. Водичка у меня тут поднабралась, нет? Нет? Где вода? 49%. Что у нас по батарейке здесь? Батарейки. Все заряжено, все огонь. О, а вот и картофан вырос. Отлично, давай мы сюда. Нифига себе, какое яйцо большое. Значит, мы сюда сажаем вот это вот растение. Маленькое. Две штучки пускай растет. А где остальное? В корабле дырявая моя башка. Я же там все выложил. Забыл забрать. Бежим обратно. Надо таблеточки попить, чтобы память у меня не барахлила. Все, 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 все. Набил все карманы. Грядочка у меня большая. Должно все разместиться прямо здесь. Хотя нет. Хотя нет, потому что орех довольно большой, но он сюда сел. Потом еще одно китайское картофеля и мраморная дыня. Она сюда не поместится. А вот эта штука? Нет, тоже не поместится. Ладненько, ладненько, ладненько. Пускай это все тут растет. А я пока попробую сделать еще одну грядочку. Где у меня строительный инструмент? Параллельно той, которая стоит левее. Шикарно. Есть. И сажаем сюда вот сюда. Вот это вот. И вот это вот. Все. Я все рассадил. Я красавчик. Пойдем теперь посмотрим, что у меня есть по материалу для вот этой вот крыши. Стеклянный купол большой комнаты. Литий есть, титана нету, эмалевое стекло. Ё-моё, как это все дорого. Чё, чё, чё. Пойдем. Там в любом случае для эмаля нужно стекло. А стекло мы получаем из кварца. Кварца у меня нема. Как это обычно бывает. Да. С кварцем беда. Ну, не будем расстраиваться. Давай просто включим мозг. О, да. Чё за фигня? Чё за попса? Где Морген? Моргенштейн. Ммм. Фёрстсан. А, вот. Пускай вот это играет. Так, значит. Так, так, так. Пойдем. Пойдем добывать кристаллики. Мне нужен кварц. Давай, Аллен, зажигай. Он там начинает зажигать, а я свалил. Итак, значит. Нам нужно добыть титана. Побольше титана. Вот, пожалуйста. И кварца. Кварца. Я, кстати, забыл посмотреть. Эмалевое стекло. Давай мы сейчас найдем здесь. Эмалевое стекло. Стекло, кварца. Два штуки. Эмалевое свинец и алмаз нужно. О, еще и свинец добыть надо. Замороченное. Все, это очень замороченное. Давай сделаем так. Но купол надо сделать. А еще надо сделать аквариум. Поэтому кварца нам нужно вдвойне. Вдвойне больше. А еще я пить хочу. Давай попьем. А то сейчас вот обезвоживание меня скрутит. О, наткнулся на залежи кварца. Я, кстати, думал уже сходить в шахту, в которой мы побывали. Но тогда у меня не было краба и не было на крабе бура. Но теперь он у нас есть. И я полагаю, что можно туда сходить. Яйцо существа. Но у меня инвентарь полный. Черт. Черт. Только нашел. Так, что выкидываем? Что выкидываем? Что выкидываем? Кислород, кстати, надо пополнить. Давай всплываем вначале. Надо. Ё-пар-с-э-те. Так. У меня есть еще запасной кислородный баллон. В смысле, кто в меня стреляет? Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Надо что-то выкинуть. Что-то выкинуть. Срочно думай, что выкинуть. Твою ж налево. Медь. Медь в топку. Меняем. Меняем. Не меняется. Так, хорошо. Вот эту штуку надо. Срочно. Кислород. Плывем отсюда. Нафиг. Хотел всплыть. А видишь, над нами лед. И что-то кислородный баллон не менялся. Такое ощущение, как будто... Для вот этого кислородного баллона надо больше места. Почему он не меняется? Странно как-то. Да, возможно, он просто больше, и поэтому он в инвентарь не влезал. Так, хорошо. Ладно. Что я выкинул? Медь. В топку медь. У меня ее достаточно. Плывем, короче, домой. Хотя нет, надо вниз спуститься и собрать остатки кварца. Где эти залежи кварца? Долбные. Все. 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 Подобрал. Все забил. Все битком. Там я был. Вот у этой штуки. Так что плывем. Еще вот это яйцо хотел собрать, но места тоже нет. Еее. Мы вернулись. И музло нас встречает. И все шикарно. Просто как на планете Земля. Только на B4546. А, точнее, 4546B. Че я тут запутался-то, мальца? Вначале нам нужно, короче, переплавить. Переплавить весь кварц в стекло. Значит, делаем это. Стеклышко. Все. Все стекло у нас переработано. Теперь нам нужен вот этот вот кристалл. Где он у нас тут? Да. С кристаллами, походу, у меня тоже беда. Но есть парочку... А, точнее, не кристаллы, а алмазы. Пару алмазов у меня есть еще в мореходе. Ладно, давай сделаем эмаль. Первая эмаль у нас есть. И свинец тоже закончился. Борода полная, конечно, в общем, у меня тут творится. Свинца у меня тут тоже нету. И здесь свинца тоже нет. Так, ладно. Не проблемы. Пойдем заглянем в мореход. Возьму все, что мне там нужно. А еще, кстати, я посмотрел, что мне нужно для аквариума. И выяснил, что если бы я сейчас не сделал эмалевое стекло, то у меня бы хватило на аквариум. В общем, просто полный коллапс. О, у меня тут есть свинец. И мне нужен еще литий. Ну, что могу сказать? Ну, во-первых, у меня тут играет классная музыка. Надо посмотреть, что за трек. Мне этот трек нравится. Пожалуйста, давай сначала. Он прям так классно начинается. И погромче, пожалуйста. Вот так вот. О, да, я кайфую с этого музла. Еее. Короче, у меня закончились алмазы. Надо сплавать за ними. И сделать эмалевое стекло. Без них как бы, ну, никак. Но у меня есть теперь все, чтобы сделать большой аквариум. И я его воткнул. Куда я его воткнуть могу? Никуда. Место. Место нету. Обломись. Вот если бы я кровать убрал, то я бы его сюда воткнул. Ну, почему бы и нет? Давай уберем кровать и просто переставим. В чем проблема-то? Ставим сюда здоровенный аквариум. Просто мощный. Большущий. Ё-моё. Он по-моему. Сканируемый аквариум для красоты и для вашей личной фабрики суши. Вам решать. Конечно, мне решать. Так, а в него можно зайти? Нет, походу нельзя. Печалечка. А в прошлый аквариум, который был большой, размером со всю комнату в первой сабнатике, можно было заходить. Может, люк надо сделать? Сейчас, 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 походи. Если сделать люк, то, может быть, в него можно зайти? Сейчас проверим. Сейчас. Вот люк. Да, точно, точно, точно. Можно. Так, ну люк тогда давай сделаем. Значит, люк сделаем вот здесь вот. Сейчас туда заплывем. Что-то мне, наверное, нравилось этот трек. Очень много слов. Сделаем потише. Может, предыдущий мне нравился? Крутой, да нет? Это не тот трек. Ладно, фиг с ним. Поплыли. Поплыли. Будем плавать внутри моей, моей жилой комнаты. Значит, я хочу сюда выкинуть несколько рассадников и несколько яиц. Посмотреть, что из этого вырастет в конечном итоге. Где яйца? Значит, вот это яйцо. Вот это яйцо. Выкидываем, значит, это все. Нет, не так. А, просто можно быть выкинуть? Слушай. Да, использовать рассадник. Это для рассады. А я просто это выкидываю сюда. И вот это тоже. Вы, ребята, тут вырастите? Я надеюсь на это. Что вырастите. Ну, а кровать, значит, я шлепну вот так вот. Ну, значит, с жилым модулем я закончил. Я еще потом сплаваю за алмазами. Достану их. В принципе, нам по пути. А сейчас я хочу сплавать вот сюда. Это мы отключаем. Сигнал последнего пилота. Мы идем туда. Я хочу сплавать в жилой модуль Маргарет. Поскольку она сейчас находится в теплице. Я думаю, что она до сих пор еще там. Мы можем теперь спокойно прошвырнуться по ее дому. Может быть, что-нибудь там найдем дельное. Так что ловим обратно к ней. Твою ж, налево, приплыли. Ну, в принципе, мы приплыли. Просто у меня батарейка села на мореходе. Ладно, не страшно. Сейчас поменяем. У меня все с собой всегда запасное есть. В нули вообще просто разрядил наш мореходик. И плохо зарядил еще одну батарею. 57% все. Ладно, дальше мы идем на нашем крабике. Нам осталось лишь спуститься в жилой модуль к Маргарет. Он прямо под нами. Вот он, красавчик, жилой модулек. Кстати, мы когда плыли к теплице, я не увидел там ее экзокостюма. Скорее всего, он здесь и остался. Ну да, в принципе. Как мы видим, она его оставила здесь. Хорошо. Надеюсь, здесь мишки нет. И надеюсь, что у нее один мишка. Если у нее два мишки, то это печаль. Типа она одного оставила здесь на охрану. Черт. Здорово. Опять ты. Ты не против, да? Я тут пошарюсь. Я думал, ты там, в теплице. Ты что, играешь в Тетрис? Ну давай, играй. А этот жует вон эту микросхему. Ну все, я теперь могу здесь шариться, да? Хорошо. Отлично. А, это ее кухня. Это ее кухня. Прикольненько. Давай возьмем сканер на всякие пожарные. Мало ли тут что? Цененькой найдем. Стеклянный стол. Очень круто. Очень круто. Грязная посуда. Ну понятно, что тут. Гостей же нет. И в принципе она меня не ждала. И сказала, чтобы я больше к ней не приходил. У нее, смотри, сколько бутылок. Откуда она столько шоколада взяла? Это же шоколад, да? Бест, что-то там. Фан. Короче, я не знаю, откуда она все это взяла, но живет она неплохо. Сушеная рыба. Какие-то колеса. О! Местная у нее тут. А, это душ. Душ, круто. Давай сканем. Обалдеть. У меня будет душ. Я теперь могу душ принимать. Круто же. Душ. Туалет. Придется мне делать комнату санузла еще. Точнее, ванную комнату. Ой, раковина. Да, по-любому придется делать ванную комнату. Шикарно, шикарно. Она тут устроилась. А, зеркало разбито. Его никак. А вот это что такое? А, это сам туалет. Нифига себе, он здоровый оказывается. Видимо, он перерабатывает мочу в воду. И получается пресная вода. Но я бы так делал. Типа, пресную еще откуда получать. Если ты не можешь сюда запихать перерабатывающую станцию, как у меня. Такую здоровую. Тут у нее места-то мало. Так. Пойдем сюда сходим. Это спальня ее, видимо. Нет. Это коридор. А это ее спальня. Спит она на полу. На матрасе. Матрас сделан из кучи тряпок. Есть еще КПК и часы какие-то, да? Нет, не часы. Аптечка. Игрушка. Интересно. Только барахла всякого интересного. Груша. Хм, прикольно. Ладно, давай КПК почитаем. Журнал «Маргарет Майден 3». Так, стой, 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 стой. Я, короче, где-то просрал журнал «Маргарет Майден 1». Хм, печаль. Ну ладно. Обо втором журнале, кстати, если кто пропустил этот момент, я его читал в одном из роликов. Она рассказывает, как она выжила при помощи туши жнеца, которого победила. Итак, третий журнал «Маргарет». Через две недели нашего путешествия я по большей части жила внутри грудной клетки существа. Тут было укрытие и еда. Мясо начало гнить. Вонь стояла, несравнимая ни с чем. По мере того, как мы плыли, температура падала, а гнилое мясо начинало твердеть и замерзать. Медленно и почти неощутимо жнец начал терять плавучесть. Мы тонули. День за днем понемногу. Мое прибежище вскоре должно было стать моей могилой. А я была во власти ветров и течений. Я потерял надежду. До тех пор, пока однажды вдали не увидела стайку пингвинокрылов. Водоплавающие птицы обычно означают близость какой-либо суши. Мне повезло. Ветры продолжали дуть. Спустя несколько часов я увидела благословенное зрелище. Нечто похожее на висящее над водой неподвижное облако. Суша. Я воспрянула духом, глядя, как приближалась земля. Жнец медленно тонул. Но меня это больше не волновало. Когда жнец в конце концов ушел под воду, я была достаточно близко, чтобы не спеша доплыть до берега. Я припомнила, куда надо плыть за черепом жнеца. Я же не для того, три недели каталась верхом на чудище, чтобы потерять доказательства. Суша никогда не была приятнее. Даже в этом арктическом аду. Хм. Ну и вот, собственно, она оказалась здесь. Потом она сделала в итоге себе жилой модуль. А попить у меня нифига нет. Черт, я сейчас тут сдохну. В жилом модуле Маргарет. Маргарет, дай попить. Это кусок мяса или ткань? Кусок мяса. О, кухонная плита. Круто. Приготовить пожрать себе можно будет потом. Надеюсь, я ничего не забуду и все отсканирую. Если я чего-то пропустил, то обязательно напиши в комментариях. Ну, вроде бы все. Вроде бы все. Подожди, вот еще комната. А, нет, я здесь был. Это душевая. Ну, что-то можно было отсканить. Я думаю, можно было. Нет, все. Ну что ж, Маргарет, я все отсканил. Я больше тебя, наверное, не потревожу. Если мы не встретимся где-нибудь по сюжету. Ну, что ж, я думаю, что на сегодня пора завязывать. Если понравилось, то не забывайте ставить лайк и подписаться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok